привет всем с вами ваша силва бата флай серебряная бабочка сегодня хотела сделать обзор очередных новых парфюмов но как я думала но потом я подозревал что они у меня были уже обозрены и и точно вот они но они были совсем других видах это у меня было как в открытке это было как от сифоры сифора не дает тебе в такие шикарные пробники с легендой с описанием совсем на свете и я подумала сделаю-ка я просто такую болтологическую тему о парфюмах вот о том что из новичков прижилось моей коллекции что может прижиться в моей коллекции из новинок парфюмерия и вообще разберу вот эту вот вот этот ароматный аквариум как говорится разбор полетов по парфюму а прежде чем делать это еще хочу сказать один момент во первых у всех у нас как-то так или иначе изменилось восприятие аромата за последнее время может быть даже у многих изменился нюх я хочу понюхать заново вот этот вот aqua de fiore и посмотреть какие впечатления то есть я сравню со своим же репортажем 19 года вот сейчас 21 года gucci bloom так сейчас у меня совсем по-другому пахнет представляете и вот так у меня со многими парфюмами многие парфюмы которые я недолюбливала я влюбилась другие парфюмы наоборот я как-то очень обожествляла а сейчас они как-то ушли на второе место и когда я посмотрела свой свой собственные же клипы я увидела что я сказал что он это возможно будет проходной парфюм а сейчас я считаю что он прелестный вот как меняется собственное же восприятие то есть ваше собственное парфюмерное восприятие меняется тоже и вкусы меняются и время изменилось у нас у всех и сейчас я с полной уверенностью могу сказать что этот аромат аромат вполне мог бы прижиться в моей коллекции даже хочется побрызгать на волосы но я оставлю вот тут у меня такая ароматная банка что размером с аквариум также как и вот этот аромат лома я его делала даже три раза и каждый раз у меня был разный пробник и каждый раз я думал что это другой парфюм и самое главное что когда я нюхаю в разные года он совсем по-другому пахнет так так я брызну еще на один пальчик мне он и тогда нравится очень и сейчас это действительно какой-то мед нектар шикарнейший парфюм и вот он сто процентов прижился бы в моей коллекции то есть я бы его офлаконила сто процентов почему я его не офлаканиваю и офлакониваю а вот или вы потому что я потом вцеплюсь в него и все и буду поливаться поливаться все лето у меня такая роль такой род деятельности что я даже не могу себе такую роскошь позволить потому что я должна каждый день что-то нюхать как бы я не должна никому ничего но я сама так решила то есть я освобождаю свой нос для каких-то других дел занюхов но чтобы все что-то новенькое узнали а может быть я не права может быть просто остановить коней и иметь себе там новых 7 бутылок и все это просто прелесть обожаю вот уже два аромата которые прижили бы моей коллекции далее вчера взял такую открытку в магазине дольче кабана the only one не просто the one тот самый the only one это единственный ну чтож хотя многие рекомендуют не доверять вот этим страничкам я все-таки доверюсь для меня хватит просто понюхать вот так помазать ну как журнала пока я буду с вами болтать я потом вам скажу результат ну что я вообще люблю спреи когда на волосы когда поживешь с ароматом тогда знаешь конечно же отношение к этому аромату а так для первых но для знакомства это открытка в самый раз и потом она такая красивая хорошо в коллекцию как вот кто любит открытки для открытки с духами с коллекции так далее у меня идет новинка то есть последняя новинка такая разбелена бедили 6 от деки анвай ну как сказать вот это у меня бы не прижилась в коллекции потому что она на обычная ординарная может быть лимитка но мне она не зашла так что гудбай это мужское ну тоже мне особо не нужно хотя аромат неплохой так что тут еще буквально вчера я обсуждала с вами гучи блум особ господи это у нас гучи гилти но вот это кайф я сто процентов хотела бы офлаконить не знаю может быть когда-нибудь я решусь это такой кайф мне кажется вот такие вот ароматы нужны любой женщины которая хочет быть обольстительницей вот этот аромат мне очень понравился вчера я делала видео вам значит пяти шире воды туалет гуталь все они гуталь теперь уже гуталь очень люблю и как-то я мимо проходил проходила до проходил у нее уже много снятого но я бы как и не то чтобы я-то офлаконила но если бы кто-то подарил это я бы конечно с удовольствием пользоваться так идем далее что тут у нас карте я просто разбираю свои пробники потому что этот завал надо как-то структурировать это я бы конечно имела один лапантер но мне достаточно было вот такой вот ручечки я в принципе подумываю купить единственное что меня останавливает что мне нравится вот эта сама как картинка пантера а в ручке она там не сильно выражена там есть какой-то намеки в именно в колпачке но не все что касается запахов я делал обзор life joyfully joy если это я кстати не делала сейчас заодно и сделала ну что скажу про вот этот бренд это клин то есть обозначает чистый это для тех людей которые не любят сложный аромат и нужно что-то попроще то есть не то что даже попроще как элементарно а попроще чтобы не назидать другим людям например человек работает с людьми и ему нельзя передозировать свои парфюмы вот это она опять же из серии белая рубашка я-то думаю что белая рубашка что они пишут философии это бренд бренд этот философии философия joy is a special ingredient that fills life with color то есть радость это такой особый ингредиент который наполняет жизнь с цветом а мне показал белая рубашка it makes us sing it заставляет нас петь it invites us to dance приглашает нас к танцу simply put joy is embracing life ну просто нанеси и наслаждайся обними свою жизнь ну как может быть я вернусь к этому опять для меня он все равно как бы немного проходной хорошо что я его сейчас обозрела вот этого достаточно он у меня не был бы в бутылочки что там еще вот у меня курки джан и aqua celestia потом идет значит аква юниверсалис америс для же мужчин лен аларос для мужчин и для женщин тоже есть такая и чего мне такой нет вот этого курки джана она мне нужно как reference то есть как бы если ты действительно нюхаешь все парфюмы ты знаешь о чем речь и ты можешь являться специалистом вот для этого мне нужно как бы иметь свои библиотеки это не значит что я должна срочно бежать покупать бутылку вот этого больше чем достаточно для меня тем более цена для того чтобы просто иметь представление мне не нужно платить 540 долларов представьте их 10 представьте их 20 мы идем дальше значит flora futuro от элиана это из недавних опять же новинок да мог бы спокойно заставить моей коллекции h24 он неплохой все-таки больше для мужчин и у меня он бы не был флаконе хотя мужчинам я советую тираде джоя опять же я сделала недавно репортаж новинка мне он показался проходной хотя обожаю армане акваде парма чинота делегурия опять же вот этот бренд сам по себе хорош но ничего бутылочного у меня нет и пока я еще не дом не думаю покупать из этого фирмы или нет скорее всего нет хотя неплохо далее у меня идут всякие амуажа по каждый из них я делал репортаж у бар потому что у нас сиель вот этот интернет для женщин и для мужчин такой же мне был и джибелищем 25 этот вот и reflection далее этот лео мужской мне он особо не нужен хотя хороший потому что мужской то есть как бы для мужчин класс good girl ну про good girl отдельная история я много делала good girl этих репортажей еще красненькой нету может быть когда-нибудь что-то у меня и прижилось но почему-то мне не хочется носить одну туфлю туфлю какой-то вы знаете superstition раз это какое-то предубеждение да да это чисто такая вот русская тема нельзя в одной туфельке ходить и так далее ладно уж если покупать так сразу две вот может быть так но тогда нужно парные потом идет у нас лео аллорос а вот она кстати мне нужно их вместе все с кустриджанами вместить опять же мне очень понравился аромат но афлаканивать бы я его не стала афлаканивать что тут это все из последних шуга full and spice ну это слишком сладкий для меня и поэтому я бы не стала а вот эта новинка марк джейкобс он красив бутылочкой но опять же для меня оказался проходной поэтому он бы не прижился у меня в коллекции вот этот кен за мужской классный у меня есть такой мужской но только оригинал далее что у меня здесь есть дона киран кашмир мист я делаю аж два обзора на него в разное время года в разные в разные года потом делала майкл корс саблайн кайро каир и от пин халлиганс все они хороши но из них всех я бы офлаконила вот как раз таки только дону каран кашмир далее рожей анголе этот розовенький я бы офлаконила потому что все-таки это роза и я люблю почти у меня столько всего что нужно это ускорять темп это у меня идут линдерди всякие кстати я не помню делала я вам новый линдерди по-моему делала то что все уже что здесь в этом аквариуме это я сделала обзоры а есть чуть-чуть который не еще не успела сделать вот это вот все я не знаю что мне с ним делать это же это не смотрю далее я так буду по-быстрому джейсон ву это канадский дизайнер китайского происхождения неплохой запах был был потом был на сумасшедшие скидки я могла купить ну и не купила и что я жалею нет почему-то то есть как бы опять же не то что он проходной но я обойдусь тоби тобин про тоби тобин я только недавно сделала обзор уже четвертой бутылки или пятой что я купила на днях вот может быть опять сделала mixed эмоушен борода делала обзор ну и такие вот как и название mixed эмоушен смешанные чувства да вот у меня точно так же потом идет у нас гордине антигва армании привы и cypress пантеллерия на оба есть обзор обе я бы хотела но не так чтобы прям я desperate чтобы я не суму как бы сумасшедшая чтобы хотеть все подряд надо как-то хотеть но с суммом понимаете как вот мне здесь так вот это вот микадора мне очень понравилось от волмонт история венецианы он очень дорогой и это конечно меня останавливает купить бутылочку а так если бы она была в пределах допустимого вполне я бы купила там все в золоте так дорого-богато как многие любят я тоже теперь мимо рашин лаза русская кожа да я не сказал что я прям хотела 100 процентов себе и тут моему у меня идет марфа на оба эти пробника я делала видео осели бы они у меня в гардеробе скорее всего нет чем да потому что если большую бутылку я ее не использую маленькую максимум я бы это наверное умудрялась использовать для репортажа а я люблю обливаться вот так вот вот этим бы я обливалась далее опять же у меня идет гудгел но другого направления такая синенькая я тоже делала что скажу ну вот уже получается две туфельки можно уже оседать в моем гардеробе парфюмерном я посмотрю как у мадемуазель шанель ну как сказать можно иметь для истории для того чтобы тоже причислить себя акции на лиманом но я же не шанельская девочка поэтому до сих пор у меня нет флакона далее армане привык у меня тут миллион всяких этих пробников на что я делала на каждый вам репортаж ну там я уже даже не помню там их миллион вот сколько вы их не линейки последний на все новинки я как бы иду и делаю обзор а вы просто посмотрите по фрагрантики и свертись эрик бутербор вот это я бы сделал имела у себя в коллекции во первых смотрите какие они щедрые на пробнички пробнички это вот такая вот целая гуалька родину лили отдывали значит ландыш и причем такой девственный и силастил джазмин оба аромата я бы принципе была не против иметь свои коллекции чтобы они осели ну а как баре говорится не к спеху так и у нас еще там распаковать быстро вы знаете может быть я сделаю еще одно видео так быстро так нарсиса последний тело я тоже такое ну эти кубики тоже я все люблю но ничего не хочу почему не знаю вот как хотя у меня есть много чего любимого именно нарсиса особенно пудра кстати она бум не осела но у меня ее пока нет и вот кензер обожаю именно этот у меня бы это бы с удовольствием осела в коллекции из новинок ну вот наверное я продолжу эту тему потому что нужно ну так вот уже закончилась память я доигрываю быстренько чтобы сказать goodbye мы вернемся к этому и может быть иногда будем вот так вот это дело проигрывать а на что что касается the only one я могла бы обойтись то есть я уже даю свое мнение да он неплохой но для меня уже немножко тяжеловат может быть все изменится но я же сказала что у нас у всех сменились носы и восприятие то есть вот это видео обо всем смене восприятие ароматов что прижилось в моей коллекции что приживется и что у вас прижилось коллекции напишите мне пожалуйста всего доброго с вами была сила батафлай серебряная бабочка пока пока я полетела в общем такие новинки парфюмерии нравится ли вам такая рубрика скажите пожалуйста это была прописка забыла сказать когда у меня много появилось пробников от burberry я я начала себе делать такую пометку что нужно покупать burberry потому что это неплохо а почему то когда то я это игнорировала а все